здравствуйте уважаемые зрители и слушатели нашего канала наконец-то объявилась лин форест р.д. ротшильд 25 27 августа оказывается она была как я понял в индии и вот издательству bloomberg дала интересное интервью на тему и с g это экологическая социальная и управленческая структура в общем это некая такая буржуазная группа ассоциация что ли которая как бы вот этими занимается экологией социумум и управлением но собственно говоря она экологию полностью профукала экология на планете земля благополучно убивается компаниями так далее вот давайте ее послушаем давно и не видели давно и не слышали мы и мэти гейтинг the backlash таки есть и не сахар фрам оваде ласте у нас он а именно спешивали фингса лари финг это глава black rock самой одной из самых сильных инвестиционных короче одной из самых сильных корпораций монополий называйте как угодно в соединенных штатах америки именно да да именно это тот чувак который если вы видели этот короткий ролик в телеграме говорил что в европе нужен большой кризис чтобы европу починить но фикс исправить и так далее и да есть такие подозрения что у северного зимбабве как бы свои такие дружеские тайные отношения с представителями мировой капиталистической закулисы и и лицами конечно же и и поставленными актерами и вот они чё-то там исправляют the issues been weaponized and i'm sure that an area of concern for you because we would just about gathering momentum on the issue of inclusive capitalism and suddenly financiers and banks and investors all over the world thought that it was going too far how do you see that backlash play out so i believe that esg as a term should be put into the dustbin ахажа так набрались во первых выглядит она лин форест 123 замечательно слишком каре блондинка строгий костюм ничего лишнего я не могу понять это у него у нее как ее ожерелье или эта часть знаете бейджики иногда вешают отсюда не разобрать тем не менее но как она классно сказала что это надо выкинуть на мусорную помойку я просто готов аплодировать стоя много чего на мой взгляд нужно еще на мусорную помойку выкинуть из капиталистической системы потому что она не работают на благо людей но давайте дальше послушаем ok I don't think we should try to defend the ESG as a term because it's been solid by it's it's been productized by too many people there's too much greenwashing around it there's too much virtue singling and people just think if they hang up an ESG singling that they are virtuous company вот это очень правильно тоже что когда вы видите друзья мои уважаемые зрители слушатели что вокруг этой компании как дурни списанной торбой но 60 там мы за экологическое то мы за все мы добрые ребята мы хорошие парни или как например ну кто знает в украину например поставляют насколько мне известно сейчас продукты из европы а в европе ну не для кого наверно не секрет помещаются вот эти вот например пластиковые там шампуни такой как бы пометочкой типа экологически чистый материал или что-нибудь такое на самом деле это все тот же плохой пластик все тот же нехороший пластик и который очень долго разлагается там на десятки тысяч лет и прочее точно так же как с едой да когда этот доктор беркенда много кто из различных там представителей прогрессивных так сказать слоев в сфере питания показывают что вот смотрите они теперь гамма продукты начали заменять инжинирингом там специальный значок у нас есть в сообществе полистайте кто не видел что вот смотрите обнаружил так это все равно то же самое гмо просто теперь чтобы точно проверить что это гмо нужно вот глубину закапываться через там кто-то через qr-коды залазит кто-то просто на сайте и так далее как бы один из моментов в большом капиталистическом мире в большом бизнесе все то же самое главное это цель профит прибыль он на себя все налепит от коммунистическом сейчас движение в псевдо левом движение вы должны кстати запомнить друзья коммунистическое движение не является левым движением и она не является правым движением там нету левого и правого нет коммунистическое Коммунистическое движение, это движение верное, это не идеал, коммунизм это не идеал, с которым должна соразмериваться действительность, да, то есть мы, ну я сейчас немножко неправильно зацитировал Маркса, но это движение, мы сейчас вот с вами я беседую, веду монолог, да, я знаю, что вы по ту сторону экрана меня слышите, слушаете, но тем не менее, даже сейчас вот с вами, слушая мою речь, мы с вами занимаемся коммунизмом. Даже глядя, глядя, слушая Лин Форестер де Ротшильд, представительницу, ну да, самореакционной, самой сильной и самой уважаемой капиталистической семьи из финансового капитала, с банковской среды, у которых нужно учиться, как они одеваются, как они себя ведут, что они говорят. От сережки, кстати, я так понял, это все-таки ожерелье на ней, потому что сережки под это ожерелье сделаны. Вы понимаете, в чем дело? Коммунизм это золотая середина, это когда мы весь опыт, наработанный человечеством, и с рабовладельческого строя, там где возник первый античный капитализм, капитус, да, спасти стадо, капитус стадо, там где и возникли пролетарии, первое этимологическое, logical, etymology, logic, логическое отношение, корень откуда пролетария, дающие потомство, те, кто имеют естественное право на продолжение себя как вида человек, они утрачивают сейчас в современном мире это право, потому что финансовый капитал не справляется с тем, что у него сейчас есть, с этим STG тоже, это что же функции финансового капитала, которые как маска ничего за собой не несут, и берем из феодального строя, из капиталистического мы берем монополии, мы берем систему планирования, которая там возникла, и много чего еще хорошего, что изобрело человечество, когда оно перешло в фазу капитализма, да, то есть с 15 века, ну с ранней санса, можно сказать, там уже в том виде, в котором он есть, он начал зарождаться, и когда уже появился Адам Смит, 18 век, начало уже такое ускоренное движение к завершению своего капитализма в высшей своей монополистической фазе, и 150 лет мы живем в стадии покоя при капитализме, и ничего не меняется в сути. Вот что-то лишнее надо выкидывать в мусорное ведро. Ну что они сделали? Извините, я сейчас так перебиваю, просто у нее настолько содержательная речь, настолько глубоко она берет, коротко говоря, тут 4 минуты все, он почти 5 этого ролика, ну насколько четко она говорит, что сделала великие компании в истории великие, взять, например, Форда, он изобрел конвейер, он изобрел вот эту систему планирования, по сути автоматизации в промышленность внедрили, Сваджьян, Альберт Канн, Форд, они по контракту у нас тут строили, в Советском Союзе, они давали нам технологии, технику, и мы учились у них, мы учились создавать, творить, и построили свою суперэкономику, взяли их монополии, придуманные американцами, англичанами, в Америке это Syndicate Trust, Holdings Company, концерны, ну концерны это немножко не то, что трест, трест самое высшее развитие монополии, в Англии это называлось пулы, альянсы, взяли это и использовали лучше них, большевики это величайшие бизнесмены 20 века, друзья мои, величайшие деятели, дело, бизнес это дело, те, кто создавали дело, поэтому представители мировой капиталистической закулисы, или просто в целом, мировая капиталистическая закулиса, которая состоит там, да, из финансового капитала в основном, это и сросшаяся аристократия, и промышленный капитал, и различные тайные военные организации орденского типа, такие как Опус Дэй, Иллюминаты, там, Масоны, Орден Абнайбрид, группа Мы, Моссад, Моссад, или как правильно, Китайские триады, Халифа, Ассасины, Халифа, разные названия, они в тени, понимаете, это суперагентство, суперсилы, у большевиков тоже была своя такая тайная организация, называлась она в какое-то свое время, она была сопряжена с Коминтерном, потом Коминтерн был распущен там по определенным причинам, кто-то на образный манер называют это красными меченосцами ленинскими, да, красные меченосцы, красиво звучит, да, приятно, стражи, между прочим, Лин Форестер де Ротшильд, она организовала систему стражей, опираясь на опыт великих философов, таких как Платон и Аристотель, что стражи должны управлять, и они управляют этой системой инклюзивного капитализма, и там тоже нужно наводить порядок, она тоже, видимо, терпит больших проблем, слушаем дальше. Whether it was, you know, AT&T, or here in India. AT&T это огромная компания в Соединенных Штатах Америки, она связана с технологиями телевидения, радиоуправления, ну, то есть, короче, все, что с медиа, с радио, с экраном, с передачей информации, это вот как мобильный оператор тоже есть, ну и так далее. ITC 2,5-декады назад, они смотрели на то, как мы воспринимаем нашим людям, как мы воспринимаем нашим планетом. And so I would say that what we should do is we should say that business at its best has always been in the business of providing the best products to their consumers. Абсолютно верно. Абсолютный продукт, чтобы вот сказать, мое BMW, мое BMW лучше, чем вот Mercedes или Mercedes, женщина, по-моему, Mercedes-Benz, не важно. И поэтому машины, машины служили дольше, ездили дольше, сейчас, по сей день машины, созданные в 90-х, они сейчас катаются. А сейчас, если ты возьмешь машину, там, 2022 года, условно говоря, она у тебя сломается через год, через два. Tesla, Tesla, эти новые, они тоже, я наблюдаю этих Tesla сейчас, они тоже ломаются очень хорошо. Ну, сейчас много кто Model E покупает. Ну, она похожа на Model S, но она более компактная. Ну, это Tesla для нищебродов, типа сделанная. Я не фанат этих автомобилей, но это другая тема. Tesla зашла на рынок из-за своих батареек, но не из-за своего качества. Поначалу она была очень некачественная машина, хотя, по-моему, акциями Tesla владела и владеет по сей день концерн Mercedes. Не знаю точно, не могу сейчас это уточнить. Но это один из вариантов. Нужно было сражаться за потребителя. А когда, вот, в 90-е годы, да, СССР не стало, надо на рынок заходить, сильнее сражаться. А что в итоге? 2000-е все, рынок полностью закрыт. Все, вы победили потребителя. Давайте договариваться между собой. Тата договаривалась с Вольцвагеном. Вольцваген договаривался там с другим каким-нибудь концерном. Дели между собой рынок. Делаем хуже качество машин. Я просто на примере машин-то беру. И так далее. И таким образом получается, что, да, больше качественного продукта нету. Для капитализма все закончилось. Так, слушаем дальше. Такое ощущение, что она сейчас рассказывает про Ленинский и Сталинский СССР. Ведь действительно, люди жили в комьюнити, в коммунах, в общинах, колхозы. Правильно все ты говоришь. Лин Форестер-Дородшильд, молодец. Создавали новые там трактора, машины. Они любили это делать. Верно. Любовь к делу, любовь к бизнесу, справедливая оплата труда. Ты уверен в завтрашнем дне. Ты хочешь победить в этой гонке. Да, есть разница между конкуренцией и соревнованием. Вот надо на английском языке постараться как-то разъяснить англичанам, потому что у них конкуренция, это конкурс, нет, это как завоевание, competition, о, competition слово получается, да. А как соревнование конкуренции, но если кто-нибудь в грамотеи в английском языке, кто-нибудь точно знает, как перевести соревнование отдельно, конкуренция отдельно, что конкуренция это когда один должен в итоге остаться живой, а другой сдохнуть под давлением капиталистической конкуренции. А соревнование это когда один победит, ну да, победит, но второй не помрет. Он может влиться в эту систему или найти себе иное занятие и не менее достойное, чем занимался. Вот в чем разница тоже между капиталистическим и социалистическим, например, укладом, как промежуточного состояния. В итоге не должно быть никакой конкуренции и чисто коммунистический уклад является соревнованием. Он же и социалистический, и коммунистический. Да, и те же японцы, Toyota, да, вот это, когда начали они машинки производить Toyota, у них именно вот преподавалось, ну, обучение было сотрудников, учили вот этому вот труду, бережливому труду, беречь каждый свой ресурс, каждую крупиночку. Между прочим, это не только в сфере Toyota, это на всей японской экономике отражалось. Если вы видели фильм, по-моему, Акиры Курасавы «Семь самураев», там был такой момент, когда в начале фильма рассыпался рис там у крестьян, и этот крестьянин по крупице каждый кусочек риса собирал, чтобы оплатить, оплатить, по-моему, защиту. Или это фильм «Телохранитель» был, или «Семь самураев». Ну, это точно был режиссер Акира Курасава. Общественное бытие определяет сознание, и он показывал, какое тогда было общественное бытие в Японии. «Беречь каждую крупицу». Вот в чем смысл. Вот. Посмотрите один из этих фильмов, а лучше два, «Телохранитель» и «Семь самураев». Замечательные фильмы. «Рясин Мон» тоже рекомендую. Насколько эта женщина умеет вдохновлять, да? Казалось бы. Я только две минуты прослушал, а она говорил уже 18. О, как замечательно в жизни бывает. Но, тем не менее, учиться у них нужно. Слушаем дальше, учимся дальше. Время жизни. И делstanding абсолютно все это уlebилВен стороны компании, которая рослаυτicial, помешать zdapsедали больше и плюсов». Семьего разрушено. Даже再 вечер紀 sameца. Хм donc я перезап adds kabо. prayed suspogy к seek на ихной Tôiевам. При том, что уделение – каждого, Augustа, � data заплесла мнение и словарная компания. Я делал это 저기 overall,ertая работа. у меня только аплодисменты я по-моему это сказал минут 10 назад что компании которые получают прибыль они уничтожают жизни людей уничтожают планету обезьянок в амазонке потесняют были вырубают леса события на территории украины которые происходят уничтожение огромного количества жизней как и физических так и социальном плане какая-то справедливость сейчас есть на территории украины мне в это сложно поверить в таких условиях которым оказался украинский народ а все под ударами этих black rock венгард state street они же все это прекрасно понимают и что в итоге какая-то радость какого это счастье нет да и доверия нету тому же между этими огромными компаниями огромное количество мусора снова таки огромнейшее просто это это кошмар и мало того постоянное возвышение национализма и в его высшей в этой паразитической стадии нацизма и шовинизма потому что у нас есть фашизм однокрайность мелкобуржуазной идеологии самый ближе к ней это нацизм и националист то есть национализм может перерасти в нацизма он ну собственно говоря сопрягается с фашизмом а другая крайность это либерализм от либерализму шовинизм рядом стоит и поэтому когда шовинизм он может перерасти в либерализм и так далее вот как бы фашизм он консервирует в себе все что захватил финансовый капитал либерализм же он позволяет как бы откат делать да не так сильно давить свое население и между прочим поэтому во многих передовых буржуазных странах маска либерализма есть но по факту либерализма нету есть скрытое состояние открыт к скрытой и скрытого террора финансового капитала понимаете в чем дело то есть эпоха либерализма тоже ушла ее наверное нету ну наверное с конца 90-х годов потому что именно тогда вот пропало вот это вот желание создавать что-то лучше но не просто желание это объективные причины развития капитализма и в его высшей стадии империализма в кроне капитализм да как клановый капитализм либо кумовской капитализм то же самое между прочим по моему википедии написано что кумовской капитализм самое его большое проявление есть в украине в россии в китае и в соединенных штатах америки могу кстати с этим согласиться может я сейчас может не википедия была этим источником но тем не менее кто-то это написал и кто-то провел анализ и исследования по этой ситуации с этим кроне капитал кумовским капитализмом слушаем дальше those are not long-term keepers those are the companies that should fall fall off you know down by the wayside we should elevate we sometimes at the council for inclusive capitalism call it a race to the top we should invest in and work for companies that are taking care of people and plan in for us all the roger сейчас очень тихо отказала 99 процентов мировой буржуазии шум и вас такой этого вы мне нужны вы 99 процентов буржуев на планете земля да это же крупный бизнес и малый бизнес средний бизнес особенно средний класс вы не нужны вас пользы никакой вы только все уничтожаете а мы хотим вкладываться тех кто делают жизнь людей лучше сейчас я скажу страшное но советский союз это по сути мега корпорация была мега институт который вхожи были другие институты которая заботилась о своих людях которая создавала благ благополучие это корпорация в которой прибыль носила индикативный характер и использовалась на благо людей хотя прибыль не было там а с редками инвестиций там по моему производительность труда а и позже фонды накопления час я чтобы не сбиться сейчас остановлюсь имела индикативный характер то есть второстепенный главное нам производительность труда повышать увеличить автоматизацию как можно быстрее уничтожить простой труд и роботизации чтобы высвободить человеческое время человеческую свободу и так далее вот это было мега корпорация взяли уничтожили зачем зачем вы это сделали ландрю киссингер наверно скажет ну тогда это было необходимо с одной стороны можно согласиться да мы вот узнали каким-то чудом узнали что вот было слабое место в советской экономике это ассоциированность первичных продуктов производителей на базе общественной собственности на средства производства они взяли это сняли и тем самым убили социалистическую экономику все социалистической экономики после 57 года не стал у нас заместо этого получилось товарное производство на котором была маска социализма а это товарное производство что это такое то это обособленность первичных продуктов производителей на базе общественной общественного разделения труда то есть у нас есть три принципа управления территориальный функциональный отраслевой функциональной отраслевой они как раз сопряжены в социалистической экономики. Любая монополия капиталистическая в современных условиях, ну крупная имеется ввиду, я маленькие не беру, я на маленькие редко смотрю. Ну возьмем там Ротшильд, Энко, я уже как-то делал обзор на это. Блэк Рок, Вэнгард, Вооруженные силы Соединенных Штатов Америки и так далее. У них замечательные сайты, можете зайти на них, посмотреть, там везде функциональные монополии. И отраслевой принцип, когда мы сводим между отраслевые и внеотраслевые и внутриотраслевые балансы. То есть суд-то как безденежные расчеты происходят. И вот чем была уникальна советская власть, советская сила в период эпохи диктатуры пролетариата, в период Сталина, в период начала этого всего при Ленине, когда это все строилось, они как раз таки, ну это при Ленине еще не было, хотя нет, при Ленине уже начался функциональный метод, функциональный способ вводиться в управление, принцип, принцип управления. Но при Сталине вот они вот то давили сильнее на функциональный, то на отраслевой, то на функциональный, то отраслевой. Они как бы между собой переплетались. А когда пришел кукурузник этот Иуда, он уничтожил функциональный отраслевой принцип, отраслевой принцип управления остался только в непроизводственной сфере, в военной сфере. Но это, да, надо же было оставить военную аристократию создать в Советском Союзе, вот эти, которые опозорились и профуфыкали свое государство, собственно говоря. И потом кто-то из них еще давал вторую присягу. Ладно, тем не менее, уничтожение полностью функционального оператора, и он что ввел? Он ввел территориальный принцип, то есть по территории местничества, местные казачки, вот это у нас был период главкизма, у нас был территориальный принцип управления, нельзя об этом забывать. В Америке тоже попробовали как-то вести в 60-е годы, в 50-е годы территориальный принцип, но они пытались внести трестирование и синдицирование, но у меня нету этой книжки. Она где-то в Америке, эти книжки от Арташеса Аркеляна, о том, как америкосы пытались сделать трестирование и синдицирование. Не получалось, ну что ты хочешь, финансовый капитал в США настолько сильный, что он просто не позволяет это сделать, не позволяет. Хотя было бы очень круто, если бы в США ввели трестирование и синдицирование, в США, конечно, полетели бы просто, они быстрее бы в космос вышли, чем мы. Но тем не менее, тем не менее, это очень нужно знать всем, кто пытается быть правильным человеком, кто живет надеждами и мечтами и понимает действительность и действительное состояние. Потому что в любом случае человеческая цивилизация просто исчезнет под гнетами, ударами этих капиталистов, которые уничтожают людей, уничтожают судьбы людей и уничтожают планету Земля. Тю, я этого не знал. Случайно эта фигня родилась. Тю, я думаю, что ESG будет превращаться с бизнесом responsable. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственное, что же это делать? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It'll take the heat off of this ridiculous political rhetoric that people are weaponizing businesses that do the right thing for all of its constituents. So I think it probably... So I'm happy to get rid of ESG and let that battle be fought by people who are anachronistic and not even relevant anymore. I think it goes some way... Oh, да, ну в общем, сейчас еще под конец подводим итог. Зеленый такой куст в папоротике, или что это, не могу понять. Неважно. Пурпурный цвет 25-27 августа с такими оранжевыми. Ну красиво, вопрос у меня к этому нет. Пурпурный цвет это что? Это соединение либерализма и консерватизма. Консерватизм цвет красный, цвет Платона, а он же цвет Спарты. Либерализм цвет аристотеля, а он же цвет синий. Дает пурпурный, цвет аристократии, цвет благой. Цвет римских императоров некогда был, да? Вот что такое пурпурный цвет. Ну, он не отрабатывает сейчас свое. Он показывает, как мы уже смотрели, речь о Кристин Лагард. Что Дукар Марк сказал, что мы с вами себя похороним. А почему? А потому что финансовый капитал, он вкладывает деньги в непонятно во что. И нету справедливости из-за этого. Какая же тут справедливость? Ну, вот финансовый капитал, походу, что-то другое сейчас как вложится. Как вложится в какой-то большой красный проект. А почему бы нет? Им-то что? Им-то только будут одни плюсы. Во-первых, достаточно строгая система будет. Тоталитарная будет система, да. Истина всегда конкретная и всегда тоталитарная. Это верно. Ну, вот как они, как можно в этот проект вложиться? Только очень-очень жестокими способами. Просто так сказать, ой, все, темнейший уйдет. Этот комик уйдет. И вместе с ними уйдут сотни тысяч паразитов, которые сидят в чиновническом аппарате. Которые сидят в этом, в буржуизном аппарате, да. Которые там мелкие буржуйчики, средний класс, прочее мышление. Нет, ребята, они могут действовать только жестокими способами. У них их три. Это просто жестокий способ, очень жестокий способ и катастрофически жестокий способ. Сейчас мы видим ситуацию, что до катастрофы они не доводят. Потому что катастрофы могут довести, конечно, если у них ничего не получится к концу этого десятилетия. То тогда они пойдут по катастрофическому пути, когда прям будет третья мировая война. Все сделать, лишь бы убрать вот эти одноразовые товары, убрать мусор и так далее. Потому что ты никак не заставишь огромное количество огромных монополий, у которых свои частные армии, сказать, хватит мусорить, хватит гадить. Да, хорошо, мы не будем. Я втихую буду там сливать куда-нибудь, какой-нибудь северо-ледовитый океан, какую-то гадость. И рыбка будет эту гадость кушать. Потом эту рыбку нельзя будет кушать. Будет уничтожаться биоразнообразие и так далее. Для финансового капитала, для авангарда, мировой капиталистической закулисы, для вершины, для этих олдманы, которым там старые-старые семьи. Им 200-300 тысячи лет. Между прочим, если Ленин окажется Рюрикой, чем это тоже олдманы. Да, ну только это такой русич олдманый будет. Ну, а как у нас тоже своя монархия, между прочим, да. А Рюрики-то что, они что, уничтожили общину, когда пришли на Русь? Нет. Они пришли по приглашению, просто они создали репрессивный аппарат, они создали государство. Потому что нужно было оберегать эти земли, не было единой армии, большой единой армии. Вот они и создали государство. Русь, не Русь, я, наверное, обосруюсь и так далее. Не важно. Но если Ленин Рюрикович, да, он тоже часть, ну не мировой капиталистической закулисы, а мировой коммунистической закулисы. А почему вы же думали, что у авангарда класса капиталистов, у мировой капиталистической закулисы нет противоположности в виде мировой коммунистической закулисы? Она есть. Только может люди быть еще не проявлены, не вступившие в свои права. А может когда-то они были, когда-то существовали, как, например, возможно, Ленин. Ульянов, да, род Ульяновых. Может он как-то сопряжен с родом Рюриковичей, потому что у нас, в отличие от Западной Европы, лестничный принцип наследования. То есть любая лесенка, любой из этой лесенки родовой, там дальний родственник, ближний родственник, может быть Рюриковичем. Он может затянуть на престол. И есть символы о том, что указывают, что Ленин Рюрикович, он там стоит на этом самом налобном месте. Ну, про чему-то там поставили. И охранники еще пару глашатов там стояли с ним. Фотография есть, пойдите посмотрите в интернете. Вот. И если это действительно так, и тайна завещания Ленина, вдруг там окажется, что он какие-то не просто намеки, а откровенно говорит, что он Рюрикович. Ну, представьте себе, если бы тогда вот в массам сказали, что у вас был Романов, а теперь у нас Ленин, тогда когда, ну, у вас теперь Рюрикович, когда, да мы же вроде против царизма, ну, массы бы не восприняли, тогда бы так доброжелательно. Я думаю, карьера бы Ленина быстро закончилась. А вот военные могли бы воспринять, тайные военные организации могли бы воспринять. Почему? Тоже это очень хороший повод, это очень сильный символ. Сейчас, если бы Ленин оказался Рюриковичем, то, ребята, это по сути объединение. Объединение могло бы состояться и украинских националистов, и русских националистов под флагами социализма. Какие, к черту, Романовы, оккупанты эти непонятные? Вот у нас есть Рюриковичи. Да, если мы берем Иоанна Грозного и прочие эти моменты, там непонятно с этой малкой, малушей или что-то такое, такие дебри древние, что вроде Святослав Храбрый был последним Рюриковичем на престоле, да, потом этот Владимир, вроде он не Рюрикович, говорят. Но у Святослава Храброго это огромное количество братьев было, сестер. Там этих Рюриковичей, помимо Храброго, было очень много на Руси и в других тоже местах, не только же в Киеве. Поэтому этих Рюриковичей может быть очень-очень много. Даже может кто-то нибудь из вас, слушателей, тоже является Рюриковичем. Кто-то, может я тоже там, у меня тоже в роду есть Рюрикович и так далее. По монархическому праву, по обычному праву, что тут такого плохого, если коммунизм, идея коммунизма снова обретет своих стражей. Ведь Рюриковичи были стражами. Такими, как сейчас стражами инклюзивного капитализма является Лин Форестер де Ротшильд. Но они вот есть. А где их противоположность? Где противоположность стражей капитализма? Нету этой противоположности. Если ее нету, автоматически противоположность начинает проваливаться, она начинает распадаться, и она автоматически пытается создать себе противоположность. Еще и вдобавок. Почему? Потому что борьба и единство противоположность. И всегда должно быть и единство, и борьба. А сейчас нет борьбы, потому что противоположности по факту нет. Единства никакого нет. Единство в капиталистической закулисы есть в каких-то там отрозненных моментах, связанных только с прибылью. А в моментах давайте делать хорошо для всех людей, единства нет. 99% буржуазии не соблюдают этого единства. Кто в лес, кто в подрова. А и они, финансовый капитал, мировая закулиса, инклюзивный капитализм и так далее. Это прекрасно знают и прекрасно понимают. Благодарю всех за внимание. Благодарим Линд Форестер Деротшильд за очень такую короткую беседу. Ну я как обычно много говорю, особенно если напьюсь там яблочного уксуса, да, он дает энергию, успокаивает как-то, либо на солнце позагоряют. Всем всего хорошего.